Руководителя рабочей группы по подготовке мероприятий, связанных с установкой в Крыму, памятника князю Берегорию Потемкину, Зюганов Геннадий Андреевич. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, жители славного города Герои Севастополя. В этом году мы вместе с вами отметили 70-летие Великой Победы над фашистской Германией. Думаю, сегодня здесь, в этом историческом месте, уместно будет вам напомнить о том, что к тому победному маю пришествовали три Великие Победы в нашей истории. Первая победа – победа над пространством. Наш народ за свою тысячу лет сумел освоить гигантское пространство Черного и Балтийского моря до Тихого океана. Сумел его освоить в трудах и преодолениях, в великих битвах и сражениях, многие из которых прокатились здесь, на берегах Черного моря. А Севастополь особенно это ощущает, так как он всегда верой и правдой мужественно служил единению нашей державы. Вторую победу мы одержали над единством. Единство, которое обеспечило успешное развитие 190 народов и народностей. Своей историей мы не порушили ни одной веры, ни одного языка, ни одной культуры. И севастопольцы особенно это ощущают. Они в прошлом году приняли историческое решение, на мой взгляд, на самом демократичном, который был в мире референдуме, когда почти в полном составе пришли и изъявили свою волю вернуться в родную гавань, в нашу любимую Россию, с чем вас поздравляем и вас искренне благодарим от всех фракций Государственной Думы. И мы одержали выдающуюся победу над временем. Хочу вам напомнить, в 31-м году в прошлом веке Сталин собрал самых выдающихся инженеров, специалистов и ученых на слете передовиков промышленности и заявил, что нас били за отсталость. Мы сегодня не можем этого допускать. Обязаны за 10 лет пробежать то, что Европа прошла почти за столетие. И наша страна, наши отцы и деды справились с этой задачей. Мы сумели за 10 лет построить 6 тысяч на ту пору лучших предприятий. В 41-й трагический наша страна встретила самым молодым и лучшим в мире станочным парком. Было создано около сотни педагогических будов, все самые современные научные школы, 10 конструкторских бюро, ковали лучшие самолеты, лучшие артиллерийские системы. Это признали все завоеватели, которые рвались на наши земли. Я сегодня вместе с друзьями, все фракции, а все фракции активно поддерживают идею создания этого уникального памятника. Памятника Потемкину, человеку, который осваивал эти прекрасные места, который все делал для того, чтобы Россия вышла на берега Черного моря и заявила о том, что с этих берегов нам больше никакой враг не будет вырождать. Здесь будет заложен город-крепость, город-порт, город воинской славы. И здесь мы продолжим лучшие традиции. Этот памятник, на мой взгляд, будет подлинно народным. И все депутаты, и многие граждане, и делили желание понемножку сброситься в это смутное время, трудное, потому что кризис продолжает лихорадить мир и нашу страну. Я думаю, этот памятник послужит всех нам, потому что он олицетворяет вот то единство, которое нас спасало не раз в истории. Рядом великолепная памятная композиция «Городам-героям и Брестской крепости». Рядом здесь Нахимов, один из талантливых полководцев нашего флота. Напротив, памятник Екатерине, которая все сделала для укрепления южных границ российского государства и российской империи. Я надеюсь, что этот памятник будет столпом в укреплении нашего духа, наших традиций, нашей веры, наших лучших чувств, которые всегда двигали русским человеком и братством нашим народом. Я благодарю севастопольцев за верность этим традициям и надеюсь, что мы вместе соорудим великолепные памятники. С праздником, с открытием старта создания уникального памятника на берегу Черного моря, в славном городе, героя Севастополя. Я благодарю, выражаю, выражаю благодарность от гордослужащих Черноморского флота об установке этого памятника, потому что именно с победой Копилкина, с голова начался Севастополь, начался Черноморский флот. С праздником, с машинками!